Немножечко еще о первой главе, которую мы с вами рассматривали Иова в прошлый раз, начало этой главы, описание, что и был успешный душевный человек. И все у него там перечислено, что у него было успешно. У меня к вам вопрос, друзья. В чем духовный человек будет отличаться от портрета душевного, о котором говорится в начале этой книги? По крайней мере, вот в этот смысловой перевод. Кто может дать какую-то свою позицию? Не был Вадим Духом. Так, еще какие есть мнения? Вот что такое духовный человек, имеющий связь с Богом? Неугнетенный. Давайте мы вспомним послание к римлянам, где идет речь между разницей. Там, правда, плотской и духовный, но я думаю, что душевный здесь тоже имеет это место быть. Восьмая глава, где идет речь. «Если духом умершляете дела плотские, то живы будете. Если живете по плоти, то умрете. А если духом умершляете дела плотские, то живы будете». То есть идет речь о том, что Иов встретился с какой-то проблемой, которую он припрятывал. Насколько это возможно? Он ее прикрывал. Проблема, связанная со страхами. И сегодня, по крайней мере, сколько мне приходится встречаться с людьми в христианском уже обществе, в христианских церквях, где люди, так скажем, уже годами могут быть христианами, а страх не является еще побежденным в их судьбе. И это много, такого еще пока есть. И нам надо с вами, друзья, тоже разобраться вот в этой природе. И во второй главе это тоже будет видно. Потому что если духом, не просто водимый духом, это здорово, когда человек уже водимый духом, но ты дошел до какой-то границы, а ведь Господь насильно ничего не делает. И когда Он обращается в послание к церкви Ладикийской, и вообще к любой церкви из семи посланий, которые там даны, Он предлагает это церкви сделать самой. Он не насилует ее, сделав над ней это, хоть она и посвящена Ему в заветных отношениях, но Он предлагает этой церкви разобраться самой. Поэтому водимость в том, чтобы услышать, а в чем проблема, и мне ее надо решать. Ну, самой не в одиночестве, а просто Бога приглашать и так далее, духом умершлять дела плотские. Итак, с чего я хочу начать вторую главу? Вы знаете, вторую главу Иова хочу начать с Захарии. С 12 главы 1 стиха. Ну, Захария, это наш синодальный перевод. Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека, внутри него говорит. Я как-то подробно эти пункты разбирала. Сейчас я просто буквально штрихами еще раз обозначу небеса, которые распростер Господь над нашей головой. Насколько много там находок сегодня в обществе, когда люди знают о галактиках, которые люди знают о стратосферах, о сферах, о составе воздуха и так далее. То есть небеса, которые могут быть и водою проливаться на нас, и те ветры, которые там носятся в атмосфере. То есть это, в общем-то, то, что сегодня уже известно в современном обществе. И мы знаем, как много посвящено времени, сил, талантов на то, чтобы это обнаружить. И до сих пор продолжается это исследование. Потому что небо постичь в его многообразии человеку невозможно. Возможно прикоснуться к этому многообразию. Возможно увидеть величие в этом царя. Но не увидеть все те подробности, которые Бог туда вложил. Мы можем только отчасти это знать. И поэтому нам понятно, что когда мы говорим распростерший небо, то здесь величие Творца. Здесь какая-то его могущественность представлена и красота. Его, как художника, картина представлена очень красиво. Основавший землю. То есть землю он положил на каких-то основаниях. Мне пришлось разговаривать с одним научным сотрудником, который обнаружил внутреннее строение земли не совсем такое, как нам представлялось в учебниках в свое время. В чем его особенность этого строения? Мы знаем, что для нашего, по крайней мере, восприятия это ядро, определенное там магма вокруг и, так скажем, уже потом слои самой земли. То он обнаружил, что внутри два ядра. И уравновешивает землю второе ядро, которое как маятник постоянно ходит около одного большого ядра. И в связи с тем, что оно в течение этих веков постоянно обтиралось от большой ядро, то оно сейчас уже стало не ядро, а в виде бублика. Ну, как бы скобки, да, вот такой, стерто. И его исследования заключались в том, что он говорит, еще небольшое время, и это ядро разорвется. И тогда земля потеряет свою орбиту. И будут потрясения. И он мне стал описывать потрясения, друзья, какие ожидают землю. И он ушел. Я его, так скажем, давно не видела до этого. Он пришел, мне вот этого наговорил. Потом он ушел. Я легла спать, и вдруг я слышу слово. Прочти третью главу Аввакума и передай вот этому человеку, называется его имя. Я прочла, это уже было несколько лет назад, прочла ее совершенно другими глазами. Я вдруг увидела, что в этой третьей главе Аввакума описывается разрушение основ земли. Что начнется что-то то, что, в общем-то, на разум нам сегодня приходит только тогда, когда Бог говорит, стихи разрушатся. То есть стихи – это то, из чего состоит сегодня и земля, и все, так скажем, тварные моменты. Но это, безусловно, не без Бога произойдет. По его слову будут происходить какие-то изменения, и земля, и все дела на ней сгорят. Это, в общем-то, об этом периоде. Я сейчас не о том, чтобы мы задумались об этом. Я о том, чтобы нас уже на земле тогда не было. А для этого мы и углубляемся сейчас в Божье присутствие, Божье слово, и, так скажем, хотим большего, чем многие. Поэтому основавшись землю – это земля, по которой мы привыкли ходить, что она не дрожит. Мы привыкли по ней ходить и рассчитывать, что она всегда так будет нас держать. Но, по крайней мере, слово «основы земли» здесь стоят. Значит, Бог положил на каких-то основах, и Он знает, как эти основы потрясти, Он знает, как их немножечко, так скажем, поколебать, и тогда все изменится и на самой земле. Но моя цель сейчас, говоря об этом, образовавший дух человека внутри него. Вот куда я иду. То есть дух внутри нас – это не меньше, чем масштаб неба, это не меньше, чем масштаб земли, в который сегодня вкладывается наука с всеми своими силами, чтобы узнать недра земли и доставать оттуда сокровища. А кто занимается духом, чтобы исследовать его так же подробно, как небо и как землю? И поэтому, когда мы с вами, друзья, говорим о том, что мы прежде всего дух, нам надо понимать, какой объем мы носим в себе. Насколько огромный ресурс внутри нас сокрыт. Насколько огромные возможности, которые мы еще даже к ним во многом не прикоснулись, не говоря о том, чтобы вычерпывать. И поэтому, когда мы только начинаем к этому прикасаться, это на самом деле очень сильно увлекает. Потому что это красиво, это мощно, и это дает нам рычаги для того, чтобы менять атмосферу вокруг. Потому что, может быть, обратили внимание, я сейчас сказала, «Господь, я хочу свою галактику сейчас посвятить Тебе». Именно потому что я так вижу внутренность. Я понимаю, что те вещи, которые Бог внутри нас начинает показывать или преображать, это что-то больше, чем разум наш может вместить. Потому что есть дух у ума, но ум – это не сам дух. И поэтому мы не можем умом постичь весь дух. Мы можем только частично прикоснуться духом ума к Духу Божьему. И потому он говорит, да обновится дух ума. То есть обновление духа ума – это возможность прикасаться к чему-то мощному, красивому, масштабному. Но для этого так важно освобождаться от суетности ума. Это тоже в уме. И потому то, что я хочу вам сегодня от этого оттолкнуться и пойти дальше, посмотреть, насколько наш внутренний мир, он важен для духовного мира. И потому дьявол цепляется за все возможности, чтобы попасть туда, в этот внутренний мир, вот в эту внутреннюю галактику, вот в этот внутренний простор, который там есть. И потому сейчас давайте начнем читать, и вам будет понятно, почему я такое большое вступление делаю. И Царство Божие – это не пища и питье. Но что это? Праведность, мир и радость во Святом Духе. И где находится? Внутри нас. Так вот, друзья, Царство целое внутри нас помещается. Целое Царство. И причем чье? Божье. А там масштаб огромный. И поэтому, если Божье Царство может в нас сместиться, нам важно об этом и позаботиться, и надо научиться его умножать или реализовывать. Итак, читаю вторую главу, начало. Было время, когда пришли ангелы Божьи, служащие людям на земле, к Богу. Слава Богу за ангелов Божьих, которые служат нам на земле. Если вы об этом не знали, применяйте их на своей практике. Пришли к Богу. И с ними пришел и противник Бога для оспаривания своих прав. Посмотрите, какое выражение. Для оспаривания своих прав. Он знает, что у него есть права, и за счет чего эти права приходят к нему. Если уже Иисус нам дал полную свободу от его претензий на нашу жизнь. Так вот, эти права как раз и посмотреть, где он их имеет и куда он их забрасывает. Что касается служения ангелов, друзья, все-таки остановлюсь немного. Мне пришлось когда-то получить это откровение по поводу служения ангелов. И я им делилась и делюсь. И человек, с которым однажды мы так стояли, даже один раз получилось так, из школы, в своей христианской школе, тогда еще, когда я там работала, ехала. И меня подвозил один родитель. Причем дедушка, вернее, вез ребенка и меня подвозил до дома, а он неверующий человек. И он меня привез, и машина заглохла. Ему надо ехать дальше, я тоже, так скажем, могу идти, а он не может ехать. А я в машине, что вы понимаете, как я разбираюсь в всех деталях. Поэтому я просто положила руку на капот и говорю, ангелы божьи, исправьте, что тут надо. Он так на меня посмотрел и говорит, а что это работает? Я говорю, а попробуйте, идите заводите. Он сел и завелась машина. И он с таким, знаете, просто с квадратными глазами поехал, оборачиваясь назад и вообще думая, заглохнет она или поедет. Так вот, я понимаю, что не всегда вот так будет работать, надо все-таки машины чинить, но сам факт, что ангелы даны нам на служение. И вот здесь как раз те, которые трудятся здесь, и, кстати, для ангелов это честь служить людям на земле. И они очень хотят этого. Мне пришлось тоже читать откровения одной девушки, которая побывала на небесах и видела, ну, образно говоря, очередь ангелов, которые ждут этой чести послужить людям. И сказал Господь Сатане этому противнику Божьему, где ты был на этот раз и откуда ты пришел? И отвечал Сатана Господу, я смотрел, как на земле происходит движение жизни и наблюдал за ее развитием. В прошлый раз эта же фраза уже звучала, да? То есть он наблюдал за развитием и наблюдает за тем, что происходит на земле, потому что он не может инициировать развитие. У него нет никаких на то способностей. Он не имеет творчества, не имеет мысли, развивающиеся в созидательном смысле, поэтому все, что он может только разрушать. И отвечал Сатана Господу, и сказал Господь Сатане, обратил ли ты внимание твое на послушника моего, которого ты угнетаешь и преследуешь страхом? Нет такого, как он на всей земле, человека зрелого, всеми силами сопротивляющегося тебе, человека, пытающегося хранить себя в чистоте и святости, чтобы твои желания не коснулись его и чтобы ему не идти по твоему пути мыслей. Ты испытал его, заняв твою территорию в его душе. Имеется в виду мысли, помните, когда он думал, что произойдет там одно, другое, третье, вот он занял в душе мыслями это место и производил действие, и производил действие. Вот как страх работает. Но он остался верен мне, а ты хотел поглотить его злом и умертвить его навсегда. И отвечал Сатана Господу и сказал, ты же только поверхностно открыл в нем мою территорию. Посмотрите, друзья, какое выражение. Ты только поверхностно открыл в нем мою территорию. А если глубже открыть его душу и посмотреть, вся его жизнь пропитана страхом, и он готов отдать все, чтобы освободиться от него, в глубинах его души есть моя территория, где я имею право господствовать. Вот как механизм греха работает, друзья. В глубинах его души есть моя территория. И вот тут как раз почему Господь говорит, внутрь вас мое царство, не здесь, не в книге, не в истории, не в будущем, оно внутри вас. Пусть оно займет всю территорию вашей души, мое царство, чтобы там не было места врагу. И потому он говорит, во гневе не ложитесь спать, в непрощении не живите, в страхе не надо вам совершать свое поприще. Это наша безопасность, когда наша внутренняя территория полностью посвящена Богу. Помните, как Иисус сказал, вот идет князь мира сего, а во мне не имеет ничего. То есть все внутренние его части души, они были полностью принадлежащими небу. И это то, что предлагает нам Господь, иметь вот такой фундамент или такое основание для того, чтобы наша душа была полностью принадлежащей ему. Поэтому убери свою руку с моей территории в его душе. Посмотрите, как клеветник работает. Ведь он законным образом идет. Убери свою руку с его территории, с моей территории в его душе. И позволь мне господствовать на ней, тогда и посмотришь, что он скажет о тебе. И сказал Господь сатане, вот вся твоя территория в его душе принадлежит тебе. Действуй на ней. Но все его души не трогай и не прикасайся к ней, она моя. Сколько бы там ни было той территории, много или мало, но если он имеет на нее право, он ее востребует. Поэтому, друзья, мы можем что-то прикрывать, но это опасно. Вот почему христианство поверхностное, оно никогда не будет горячим, оно будет теплым. А теплое христианство никогда ничего не изменило. Не поменяло жизнь, не повлияло на людей, не повлияло на государство, не повлияло на собственную судьбу. Теплое христианство вообще никак дьявола не волнует. Потому что он имеет счастье в этих людях, если надо, он начнет их востребовать. И вот почему люди, которые начинают двигаться на какие-то вершины, на какую-то масштабность, когда хотят влиять на молитвами своими, на какие-то обстоятельства, почему начинаются какие-то проблемы? Потому что дьявол сразу начинает требовать то, что есть в его душе. И когда мы начинаем понимать, что Господь, Он не просто так дает нам проходить через это горнило уничижения, о чем мы сегодня выше уже говорили. Если Он свою мудрость испытывает, Он испытает и то, что есть в нас, что бы нам не повредило в момент, когда мы вышли на высокую позицию. И тогда Бог тщательно готовит. И вы, может быть, мечты какие-то Ему когда-то говорили, и думаете, что Бог забыл о них. Может быть, стоит еще, так скажем, вам самим ее воскресить. Бог-то не забыл. А самим воскресить стоит. Почему? Потому что, когда мы Ему объявляем какое-то желание, ведь оно же в нас не возникло просто потому, что я где-то там посидел, на Луну посмотрел, и мне желание пришло. Желание, оно тоже имеет свой механизм, и оно в нас начинает срабатывать из очень многих компонентов, когда вдруг человек чего-то захотел. Конечно, я сейчас не говорю о завистливом оке. Захотел и посмотрел, и хочешь у себя такое иметь. Я сейчас не об этом. Я о глубоких желаниях, о которых мы готовы говорить с Богом и цену полагать. Эти желания не возникают просто так. И тогда, когда подобного рода желания начинают в нас подниматься, то Господь говорит, а насколько сильно ты этого хочешь? Ведь надо будет положить цену. И я начну работать с твоей внутренностью, чтобы испытать и приготовить ее. А там, на той вершине, на которую ты захотел пойти, там тебя размножить. Там тобою тебя представить и действительно похвалиться. В духовном мире, что этот человек смог пройти эти испытания, эти испытания, и сказать, как это сказал тогда Иов в первой главе, как она заканчивается, что я не стал мыслить иначе, как вот в этом переводе говорится, как мыслил раньше о Боге. «И отошел сатана от лица Господня и востребовал плод страха». Вот еще выражение интересное. «Востребовал плод страха, находящийся в душе Иова. И тот стал очевиден в нем во всей полноте, поразив его тело этой лютой проказой и греха страхом». Итак, вот то, что появилось на теле Иова, проказа, или то, что произошло с его телом, это плод страха, который был полностью вытащен из Иова. И с нашими, так скажем, организмами, с нашими телами может что-то подобное происходить, друзья. Именно потому, что плод чего-то, плод обиды, плод страха, плод гордости, плод недовольства, плод еще каких-то подобных вещей, он тоже может быть очень ярко выражен. Особенно, когда ты на что-то шагнул больше. Кто-то скажет, зачем тогда на большее ориентироваться? Сидишь себе всихонечко в уголочке и сиди дальше. Я думаю, что хуже ничего придумать нельзя. Остаться на уголочке и сидеть дальше. Потому что потом-то будет все равно востребован плод, только уже времени не останется с этим что-то сделать. А сейчас еще время есть. Сейчас возможность есть с этим разобраться. Она прочитала. И стал Иов пытаться избавляться от болезни по плоти, чтобы хоть как-то облегчить от нее страдания, и ничего не мог изменить в бессилии действий по плоти. То есть пытаться это изменить внешними методами. Знаете, когда бывают врачи за что-то берутся и говорят, «Ну, уже я не в силах». Потому что внешними методами это не работает, если ты не убрал то, что является причиной этого. Когда причину убрал, тогда и внешнее оно сработает. И помощь врачей будет действительно помощью. И уже новые мысли приходили в его душу, что Бог бессилен ему помочь, и он не слышит тебя. Ты ему не нужен. Откажись от его помощи и умри. И закончатся все твои страдания. Видите, как почерк одинаковый. Действует всегда, в общем-то, по накатанной дороге. Но он сказал своей душе. Ох, как красиво он тут сказал своей душе, друзья. Замолчи. Ты исчерпала все свои знания. И время твоих советов закончилось в моей жизни. Вот понимаете, как можно ответить своей душе, которая начинает плакаться, которая ищет сейчас сострадания к себе, которая хочет занять позицию жертвы. И таким образом, вот в этой позиции жертвы, чтобы еще и другие поплакали вокруг тебя, что тебе так плохо, тебя обидели, тебя огорчили, тебя не поняли, тебя вообще не продвинули и так далее. И вот когда вот это начинается, он говорит, замолчи, моя душа, хватит. Я уже твои советы исчерпал. А что мне надо за совет? Время твоих советов закончилось в моей жизни. Бог благ, справедлив и добр. И время зла закончится, а его добро грядет в мою жизнь. Вот красивый итог. Что бы сейчас я не переживал, а я знаю, Бог мой благ. И потому придет прорыв, придет ответ, придет результат. «И услышали о его бедствиях трое его знакомых, считавшиеся его друзьями, его единомышленники, умудренные жизненным опытом и почитающие себя знающими Бога». Тоже хорошее выражение «почитающими себя знающими Бога». «И пошли к нему каждый со своего душевного уровня». Откуда мы можем помочь другому? Каждый со своего уровня. Если у тебя душевность душевного, духовность духовного, а душевный тоже разный. И вот у них три душевных уровня было представлено. С того места в духовном мире, которое они занимали. Тот, который говорил, первый, причем имена тут не даны, просто расшифровка этого имени. Первый, что его сила, чистота и процветание на земле это Господь. Второй, который любил спорить и доказывать свою правоту в знании Бога. И таких христиан сегодня много. И его закон. Третий, который жил легко и беззвотно, говоря, что его сила в радости и веселье и прославлении Бога. Посмотрите, три категории сегодня, в общем-то, совершенно очевидно, христианство. И вот тогда, когда что-то с человеком происходит, как вот эти все вот три категории стекаются, каждый со своей колокольни дает какой-то со своего душевного уровня свое резюме, свой итог и свои какие-то предложения. И увидев его глазами плоти, не узнали его, и начали каждый из них рыдать и причитать. И ужаснулись, глядя на него, и стали почитать его за мертвеца, не имеющего надежды на восстановление. И находились рядом с ним в молчании, пока терпение их не истощилось, и ни у кого не было слов, чтобы утешить его, ибо не видели ничего подобного прежде, потому что увидели, что страдание его было бесконечным и безграничным. Посмотрите, друзья, Бог взял лучшее из них и стал доводить его до духовного состояния, его, так скажем, высоты, куда можно поднять человека. И достал из него всего лишь часть, ту, которая является небожья. Вот Божья, она осталась в покое, а небожью часть он позволил достать. Если бы вот с этими друзьями, что-нибудь подобное случилось с тремя, они смотрят на и видят в Иове мертвеца, не понимая, что это лучшее, что есть вообще на земле. И чтобы увидеть себя, надо просто сказать, Господь, неужели, вот если это лучшее из нас и с ним это произошло, то вообще, а что во мне, что в моем сердце, что в моей душе, как навести порядок? А они посчитали, что они выше Иова, и они могут его получить. И вот в этом проблема и в христианстве до сих пор. Не надо идти от душевного уровня. Если получаешь откровение, иди от этого духовного откровения, которое будет и тебе, и другому полезно. Если душевное, лучше помолчать, потому что когда они заговорили, они наговорили. Когда молчали, это было проще. Субтитры создавал DimaTorzok